Приветствую всех в школе Джобса. Меня зовут Достон. В нашей галактике сложные времена, так как наш канал захватили штурмовики. Не эти, а ребята из канала English Show. Да-да, сегодня именно они проведут этот выпуск, а я в свою очередь сделаю видео на их канале. Итак, смотрим диалоги из фильма Star Wars. Звездные войны. Итак, первая фраза, которую говорит Хейден. Это очень интересная конструкция, она называется Complex Object в английском языке, и сложное дополнение, в русском мы ее называем, звучит пугающе, но на самом деле это не так уж сложно. Это сложное дополнение, оно в предложениях часто заменяет наши русские слова что, чтобы или как. То есть в предложениях, которых мы обычно используем, эти слова в английском, они не используются. Например, Есть знаменитая песня за этой серии Лены Гомес. Я хочу, чтобы ты знал. I want you to know. Очень часто сложные дополнения используются, когда мы хотим, чтобы кто-то сделал что-то. I want you... Или Они хотят, чтобы я перестал шутить. Или Мы хотим, чтобы наши родители пришли на концерт. Что касается нашего предложения, он говорит Они хотят, чтобы я шпионил за канцлером. Слово spy переводится шпион или шпионить. Спион это шпионить за кем-то. Дальше Хейден продолжает Слово treason означает измена, либо измена государству. И он говорит, да это же измена государству. На что Макгрегор отвечает Мы находимся на войне. Мы в состоянии войны. At war это находиться в состоянии войны. Вот еще несколько выражений с этим предлогом at. Например Быть в мире, в состоянии мира с кем-то. Или, например, За работой. Или, например, На досуге. Дальше Хейден продолжает Пока на этом остановимся. Хейден говорит Why didn't the cancel? Cancel это совет какой-то. То есть в данном случае совет кого там? Макса, директоров? Я Макс не смотрел, Звездные войны понятия не имею. Совет? Просто они Макс что-то советуются там? Why didn't the cancel? Или why didn't they? Это классная конструкция, Которая означает, Почему они не... Часто мы используем конструкцию Why don't you? Why don't you love me? Или why didn't you? Для того, чтобы побудить Кого-то к действию. Что-либо сделать. То есть Why don't you do something? Почему бы тебе что-то не сделать? Или почему ты это не делаешь? Например, кто-то вам говорит I have a headache. У меня болит голова. Тогда вы можете сказать ему Why don't you take a medicine? Почему ты не принял лекарство? Или почему бы тебе не сделать это? Не принять лекарство. Или, например, Why doesn't Sam go to the dentist? Почему Sam не идет к донтисту? Почему он этого не делает? Поэтому Хейден, говоря Why didn't the cancel give me this assignment? Говорит, Почему они этого не сделали? Слово assignment означает назначение или задание или поручение. Как глагол assign означает назначать, поручать, давать задание, а вот приставка meant делает из глагола существительное. Вот несколько примеров, как приставка meant превращает глагол в существительное. Например, это управлять, а management это управление. Pay это платить, а payment это платеж. Итак, assignment это назначение. Предложение продолжается. Когда мы были на заседании. Итак, Why didn't the council give me this assignment when we were in session? Полное предложение означает Почему они не дали мне это задание в то время, пока мы были на совещании? Как прошло совещание? Ну, оно сначала началось, а потом закончилось. Макгрегор дальше говорит This assignment is not to be on record. This assignment is not to be on record. Это очень интересное предложение. Record в данном случае означает архив, данные или учет. И это предложение означает, что это задание, это поручение ни в коем случае не должно отразиться в отчетах. Но давайте поподробнее разберем здесь небольшую конструкцию Is not be. Модальный глагол be to имеет значение обязательности и используется в настоящем или прошедшем времени. И для него нам нужен инфинитив плюс частичка to. В каких случаях мы используем модальный глагол be to? Во-первых, мы используем его, когда какое-либо действие необходимо по плану или по расписанию. Во-вторых, мы используем модальный глагол be to при категорическом запрете чего-либо. А еще мы используем его для обозначения предопределенности или неизбежности чего-либо. И последнее мы используем его для описания принципиальной невозможности чего-либо. В нашем случае в нашем предложении is not be это категорический запрет на какое-либо действие. Поэтому предложение означает, что ни в коем случае это поручение не должно отразиться в отчетах. Вот вам пару примеров с модальным глаголом be to. Когда тебе нужно идти к зубному? То есть, когда тебе необходимо это сделать? Или такой пример. Незнакомцам запрещено заходить на сцену. В данном случае модальная конструкция be to запрещает какое-либо действие. Дальше Хейден продолжает. Канцлер неплохой человек оби-уан. Он говорит he befriended me. Слово befriended переводится по-дружески относиться, помогать в чем-либо, способствовать. То есть, он ко мне по-дружески всегда относился. Хейден продолжает. Разделим это предложение. Вообще, фразовый глагол watch out переводится быть осторожным. Но вот watch out for someone означает заботиться о ком-то, за кем-то присматривать. То есть, наш герой говорит, что о нем заботились, за ним присматривали. И дальше он продолжает предложение ever since I arrived here. С того времени, как я сюда прибыл. с того времени, как я сюда приехал. Ever since означает с тех пор, как, или с того времени. И поэтому полностью предложение переводится он со мной присматривал, заботился обо мне с того момента, как я здесь появился, как я сюда приехал. Я не улыбаюсь, да, совсем? И Макгрегор завершает наш сегодняшний отрывок предложением that is why you must help us. That is why you must help us. Вот почему ты должен нам помочь. они хотят, чтобы я шпионил за канцлером? Но это же с беда государству, мы давай адыки. Почему совет не дал мне это значение, когда мы были до заседания? Это значение ни в коем случае не должно значиться в протоколе. Но канцлер неплохой человек, Оби-Ван. Он относится ко мне дружелюбно. Он заботился обо мне с того момента, как я прибыл сюда. А вот почему ты должен помочь там. А если вы хотите заниматься с личным преподавателем, то вы можете оставить свою заявку под нашим видео, то есть под видео на нашем канале. Ссылка будет в описании. И первое занятие бесплатно. Подписывайтесь на канал Достона. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ссылка будет в описании. Это были English Show. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok